На полигоне ТК «Лесная» ведут работы специалисты аварийно-восстановительной службы Московской области. Они должны привести в порядок систему активной дегазации в течение двух недель. Соответствующее указание губернатор Московской области Андрей Воробьев дал вчера на совещание по выявлению причин неприятного запаха от полигона «Лесная». Еще одно совещание под руководством заместителя председателя правительства министра экологии Дмитрия Куракина прошло в администрации Серпухова. Подробности далее. Оператор полигона «Лесная» компания Skyway не выполнила взятые обязательства по строительству системы активной дегазации. Точную оценку ее деятельности дадут правоохранительные органы. Об этом на совещании сообщил Дмитрий Куракин. Та система эксплуатации, которую все это время предлагал действующий оператор полигона, она, к сожалению, не выдерживает никакой критики. Она абсолютно неэффективна и она свидетельствует о том, что компания Skyway не в состоянии должным образом организовать работу по дегазации полигона, несмотря на то, что для этого им были созданы все необходимые условия. Что касается деятельности оператора, то ей будет дана правовая оценка. МинжКХ уже возбудило административное производство. Эксплуатант полигона отстранен от работ по обслуживанию и ремонту системы. Теперь ими занимаются специалисты аварийно-восстановительной службы Московской области. Им предстоит в кратчайшие сроки восстановить в полном объеме работу системы. Специалисты выяснили, что при строительстве третьей очереди системы дегазации были повреждены трубопроводы, связывающие скважины на старой карте. Это привело к тому, что 12 из 72 скважин перестали работать. Наша задача, поставленная губернатором, в течение двух недель ликвидировать эту проблему. У нас система должна заработать и все проектные недочеты, качество подрядных работ, технологические нюансы, все это должно быть исправлено в эти сроки. Курировать работу будет оперативный штаб под руководством главы муниципалитета Юлии Купецкой. В его составе также представители Министерства экологии и природопользования, Министерства ЖКХ и общественники. На территории полигона работает 10 единиц техники, развернута мобильная лаборатория, которая будет осуществлять экологический мониторинг всех сред на каждом этапе проведения работ. Проведено обследование полигона с использованием квадрокоптера, организован контроль завоза отходов. По словам министра экологии, будет снижен и объем ежедневной загрузки полигона. Губернатор дал поручение объемы завозимого мусора привести к самым минимальным значениям. Минимальным значениям. Я думаю, что максимально мы говорим о 38 машинах, это предварительная цифра. Но я думаю, что мы эту цифру уточним в дальнейшем с учетом поиска наилучшего способа выполнения поставленной задачи. Я бы хотел принести свои личные извинения всем жителям города Серпухова, потому что, конечно, то, что произошло, этого не должно было произойти. Мы все считали, что приняли достаточные меры для того, чтобы в короткие сроки была создана эффективная система. И то, что из-за нерадивости оператора, заказчика эта работа была выполнена спустя рукава, это для нас дополнительный стимул как можно быстрее исправить эту проблему. Зампред правительства также напомнил, что в этом году эксплуатация свалки будет завершена. В соответствии с поручением губернатора полигон закроют до конца 2020 года.